друзья всем добрый день меня зовут рика я рада приветствовать вас на своем канале вязание модное хобби давно меня не было на канале но я рада вернуться с прекрасным проектом который называется история из истории дело в том что я это третий сезон за первыми двумя проектами я с большим удовольствием наблюдала смотрела видео девочек они очень вдохновляющие идея проекта принадлежит не но с канала тропа вязание и в этом выпуске нас участвуют 10 замечательных девочек блогеров ссылки на которых вы можете найти внизу под этим видео я обязательно на всех оставлю ссылочки можете пойти познакомиться какие девочки взяли идеи мне тоже очень интересно это вообще такой классный проект я когда смотрела наблюдала за девочками мне тоже хотелось поучаствовать и какое-то было немножко затишье но меня скажем так подтолкнул сейчас как раз и начну рассказывать да о своей идее и так далее перейдем с вами дам к тому что меня вдохновило вот я просто спросила у оли с канала магнолио вязание из германии что не будет ли еще сезон потому что мне бы очень хотелось поучаствовать и так оля связалась не но и получился третий сезон ну и давайте перейдем к вдохновлению да что же меня так вдохновило это сериал который называется судьба сага винкс его к сожалению уже закрыли но мы с дочкой посмотрели два сезона очень ну такой он интересный немножко отличается это сериал по мотивам мультика клуб винкс да помните про таких феечек феи винкс и специалисты да там были парни может быть у вас девочки и вы смотрели этот мультик так вот это был сериал получилось так что у меня дочка заболела и мы с ней сидели дома вдвоем думали как скажем так скоротать время и нашли что вышел полностью уже второй сезон этого сериала стали смотреть и каково было мое открытие в этом сериале очень и очень много вязаных изделий и не все-таки классные замечательные мне так все понравились особенно одно изделие которым я с вами конечно же поделюсь вот и это так здорово были вписаны вязаные изделия в образы девочек очень органично красиво и цвета подобраны просто замечательно поэтому этот сериал послужил такой вот точкой до таким толчком спросить не будет ли еще сезон потому что мне бы хотелось одно изделие очень связать ну наверное не одном дочке тоже понравились многие изделия из этого сериала да и возможно я не одном повторю но и давайте перейдем к зелим я немножко буду отвлекаться смотреть на картинки да потому что все по памяти я так не вспомню извиняюсь если будет меняться свет у нас сегодня очень солнечно и свет будет меняться от холодного к теплому вот я надеюсь что тюльпаны подарит вам весеннее настроение мне муж подарил букет я просто очарована этой красотой и наконец что пришла весна если пришла весна значит будет скоро лето так что давайте перейдем я наверное не знаю не очень бы мне хотелось закрывать тюльпаны но скорее всего я мне удобнее будет размещать здесь картинки я вам буду размещать комментировать и в конце расскажу о том изделие которое меня больше всего впечатлило ну давайте перейдем это говорится что вообще а сериал возможно это 14 лет мне для этого возраста но все взрослые темы мы пропускали так что не переживайте но вообще сериал такой если вы любите что-то фэнтези такое легкое то возможно он вам понравится нам понравился вот так что я хотела просто говорится мало ли вы подумаете а может быть не подумаете просто я немножко опережу до все комментарии так вот первое джемпер который я хочу с вами обсудить это джемпер музы он связан английской резинкой очень интересный подбор цветов она в сериале появляется не раз в этом джемпере джемпере и интересная идея что рукава вяжутся получается набирается по всей длине рукава и вяжутся да то есть не так что из проймы очень интересный вариант кстати муза одна из любимец моей дочери очень нравится это героиня и актриса кстати она в жизни носит тоже вязаные изделия да практически все участницы актрисы этого сериала я потом находила что в жизни они тоже носят вязаные изделия а дальше тоже идет муза очень интересный такой иногда от света меняется но вообще он такой ярко сиреневого цвета джемперок такой легкий с ажурный ажурные с косами она сочетает это шортами но очень смотрится стильно очень интересно он такой легкий воздушный можно тоже взять на вооружение вот кстати следующая фотография отображает его цвет и видно что она под него носит топ там еще наша любимая героиня на там все девушки приклада прекрасным это аиша она по-моему фея воды если я не ошибаюсь на ней был вот такой классный джемпер я если честно не взялась бы его вязать пока еще скажем так трезво оцениваю свои навыки и здесь джемпер скорее всего связан тарси вот мне кажется здесь все машинная вязка но очень красиво и стильно выглядит потом блум не раз появляется вот в таком топе здесь уже сразу подобран образ связанного изделия и очень интересно смотрится тем более легко это вообще мне кажется любой сможет повторить просто глядя по фотографии здесь сочетание лицевой глади и резинки и просто разный цвет но мне кажется в резинке резинка здесь двойная да мне кажется пробивается второй цвет да может быть там одна изнаночная какая-нибудь идет основным цветом дальше я хотела бы отметить пуловер очень он интересный он связан белой нитью и покрашен покрашен я так вижу но здесь и так видно что это не сначала пряжа была покрашена а потом связано то есть связали изделие и покрасили вот такой синий хаотично краской очень интересно смотрится я даже нашла полностью да как это выглядит подобранные образы этого пуловера очень интересная идея но скажу что допустим я ну наверное бы не рискнула сначала связать изделие а потом его покрасить и и тем более такое большое да ладно если бы это были носки потому что я знаю что носочки тоже красят то есть их вяжут и потом красят там вот изделие такое большое но а вдруг бы мне не понравился результат дали или совсем не те были бы не оправданы в общем мои ожидания и ощущения видения да как он должен получиться но это другой стороны такой дизайнерский полет фантазии такой дизайнерский ход то есть все равно мне кажется получилось очень прекрасно и интересно и легко его девушка на второй фотографии она видите в таком как бы пляж нам до варианте этого изделия то есть на ней панама может быть там шорты и футболка либо это комбинезон и поверх одет этот пуловер то есть на такие вот летние прохладные не знаю вечера и либо утро мне кажется очень здорово такой очень интересный красивый стильный образ далее это моя фаборитка это стелла у нее невероятно красивых гардероб и у нее невероятное количество вязаных изделий которые мне очень нравятся и понравились моей дочери здесь на фото ее такой укороченный кардиган с такой очень глубокой горловиной сочетание цветов невероятно то есть это такой легко-лёгко оранжевый цвет с розовым очень классно смотрится такой кроп вариант кардигана с длинным рукавом тем более не несложный такой вариант воротничок такой деликатный мне кажется девушкам со стройной фигурой это очень подойдет не только как на голову и тело носить а также может быть на какой-то топ с джинсами будет очень классно выглядеть следующая фотография это кардиган кардиган связан английской резинкой но это вообще костюм ну не костюм а то есть вариант двойки у у нее такой же топ с вышитыми такими же цветочками на груди то есть два таких цветка но это смотрится очень стильно и красиво и я хочу сказать что я не раз повторял о том что так как я светленькая блондинка мне не идет желтый цвет либо я бы сказала может быть оранжевый у лица но мне кажется с варианте в таком светло-желтом как у стелы это смотрится очень органично и очень хорошо ей подходит возможно из-за того что у нее белая кожа у меня кожа немножко смуглая вот поэтому для нее это вообще очень красиво дочке понравился тоже этот вариант такой давай двойки да то есть кардигана и топа он на тонких бретелях она в нем появляется я по-моему видела отдельно вариант топа ставлю вам фотографию ну и так давайте перейдем к тому изделие которое мне очень понравилось которое меня вдохновило потому что гардероб девочек из этого сериала можно бесконечно разбирать он очень красивый я еще не всех феечек скажем так здесь упомянула а да потому что у каждой в гардеробе было что-то вязанное что-то очень красивое и невероятное что больше всего меня зацепила зацепила мой в глаз и сказала я когда его увидела вау что я такое тоже себе хочу это свитер блум он очень интересный он вязаный из твида воротничок стоечка видно что он резинку совсем не держит я нашла это свитер от одного бренда и он кашемировый поэтому не не держится никак резинка я вам ставлю честно я не помню название полностью этого бренда я вам напишу очень очень красивый свитер я честно пыталась найти похожие узоры есть в интернете точно такого нет поэтому мне придется его рисовать ручную по полотну по фотографии но мне кажется это не так уж сложно но сочетание вот этих вот жгутов переходов в ромбы просто невероятное мне очень и очень она понравилась она его одевает тоже сочетает как с брюками так где-то я видела да и шортами тоже у нее есть такое сочетание очень красиво смотрится он такой светлый с видовыми вкраплениями на фото сайта самого бренда сочетается с голубым голубыми джинсами и он такой тоненький видно легкий слегка оверсайз спущенное плечо то есть он вязался снизу вверх очень классно смотрится вот внизу оформлен резинкой два на два просто моя любовная любовь мне очень понравилось как смотрится этот свитер и я буду его вязать в этом проекте у меня есть похожая нить которую подарила мне регина с канала за петельку петелька региночка спасибо тебе большое просто замечательные твои подарки и я тебе очень и очень благодарна и благодарна за то что я теперь могу воплотить свое вдохновение этот свитер из твоей пряжи от этого будет намного мне теплее да что это было пряжа подарена тобой давайте сейчас мы с вами перейдем к столу до руками в кадре я вам покажу пряжу и если честно еще пока не знаю как я и с чем буду и в сколько нитей сочетать но мне бы хотел чтобы это было легкое воздушное изделие которое можно будет сейчас весной спокойно одеть не очень жаркое такое до легкое и мне кажется такой джемпер или свитер до подойдет как для каких-то мероприятий до куда-то выйти и либо просто одеть с джинсами и на прогулку да очень он красивый вообще мне я без ума честно я без ума от этого изделия поэтому давайте перейдем покажу вам пряжу так про переходить к проекту начинать вязать хотя бы образцы и сначала я хочу вас познакомить с пряжей вот такие у меня тут три бобинки начну с этой это прям моя любовная любовь и согласитесь как нельзя лучше подходит этот вариант к цвету того изделия который я которое я собираюсь вязать это тоже такая от видовая пряжа это у нас лэмс фон зене баруфа лайн или ланы борга сессия 95 процентов меринос 5 хлопок 100 грамм 1600 метров и это пряжа от магазина майт эндернес это магазин который находится в вишкороле и вот мне регина из этого магазина уже дарит не первую первую пряжу меня 600 грамм я взвесила вместе с конусами у меня здесь 694 грамма очень красивые крапушки знаю что регина вяжет платье с такой пряжи вот очень красиво смотрится но я решила подмешать еще вот такую пряжу у меня я покупала с рук это тоже лэмс фулл бежевого цвета здесь по-моему килограмм если не ошибаюсь я вот так называется артикул до 1500 метров по моему на 100 грамм меня даже продавец вложила образец но он связан на машине я просто вам хочу показать как хорошо том он раскрывается на мне даже писала рецепт того как стирать лэмс фулл но если честно так как там она написала я бы не рискнула но мне очень нравится результат вот я думаю что я соединю эти два цвета и мне кажется будет просто мне кажется это такая желтая пряжа немножко желтит мне хочется больше такого бежевого хотя я хотела еще добавить у меня есть камберра артикул белого цвета но мне кажется это будет совсем сильный контраст поэтому я взяла бежевый вот сколько нитей буду вязать я не знаю обязательно с вами поделюсь своим экспериментом ну что я пошла вязать образец итак я готова с вами поделиться образцом я от руки по фотографии нарисовала нарисовала схему и это я вам скажу примерно вот так это аэропорт этого изделия просто мне хотелось закончить посмотреть какой будет ромбик у меня только была одна стирка этого образца и я даже вам посмотрите покажу да какая здесь тоненькая ниточка и как все раскрывается ой извиняюсь после стирки смотрите как распышается и как же я использовала я взяла 3 нити вот этого артикула лана роси да или как он там называет ааа лана прогосессия и одну ниточку бежевого цвета то есть у меня вязание было в 4 нити спицы номер 4 я к сожалению не сняла вам какой был кривой образец но я думаю что потом в продвижениях вы сможете увидеть да то есть и посмотреть какое изделие до стирки вот единственное что я хочу сказать по этому образцу похож да на фотографию я вам еще раз здесь вставлю единственное я бы хотела меньше вот этого и видно на фото что вот этот ромбик он поменьше поэтому я на 2 петли сделаю сокращение с каждой стороне то есть уберу 4 петли и тогда здесь будет расстояние поменьше и этот ромб получится также внутри поменьше вот я целиком и полностью довольна и он получается такой вот тоненький очень такой вот пластичный и мне кажется сюда больше не надо добавлять нитей вязать больше толще потому что вот этот вариант он вообще самый замечательный здесь видно крапушки на оригинале там крапушки темненькие у меня они желтые но мне вообще очень-очень нравится полотно и конечно он расправляется после стирки он до стирки был такой сжатый но сейчас это очень красивое такое легкое полотно вот так что я довольно-довольно образцом довольно пряжей начну вязать обязательно с вами поделюсь продвижениями у этого у этого проекта будет три видео то есть вот сейчас вступление то есть пряжа идея образец потом будет продвижение и в конце завершение но пока на данный момент вам было принято такое решение а как будет дальше буду держать вас в курсе вот так что на этом замечательном моменте я хочу с вами попрощаться сказать вам спасибо что досмотрели это видео до конца ну а я с вами прощаюсь говорю до новых видео я совсем вам не сказала я вот в таком свитере который называется свитер света моби по описанию петит нит я его закончила к сожалению для влогов я не снимала никак своим свои идеи продвижения как я его вязала что это за пряжа вот но я обязательно исправлюсь но покажу это уже на готовом изделии если вы подписаны на круглые кокетки это канал в телеграме где мы с девочками делимся вот прям я не раз говорила здесь и сейчас то есть что вяжем что не получается что распускаем там я подробно рассказывал как я вяжу этот свитер если вы еще не с нами обязательно проходите по ссылочке присоединяйтесь там вы можете нас увидеть практически каждый час каждый день это точно мы общаемся вот так что буду вас там ждать свитер замечательный я его уже один раз выгуляла я встречалась здесь в санкт-петербурге с юлей с канала вязание на чердачке юлечка большой тебе привет я рада что в этом проекте мы с тобой участвуем что мы с тобой лично встретились я безумно рада нашему личному знакомству просто и я надеюсь что это была не наша последняя встреча